Всем привет! В сегодняшнем видео поговорим с вами об осознанном потреблении. Давайте приступим! В этот четверг мне хотелось бы поговорить с вами немножко о моде и о потреблении в более широком смысле. Я не знаю, слышали вы когда-либо об осознанном потреблении. Я, наверное, не так давно узнала этот термин. И не могу сказать, что есть какое-то конкретное четкое определение. Но если самое простое определение, то это более вдумчивый подход к покупкам, к тому, что вы приобретаете, к тому, что вы вносите, привносите в свою жизнь. Для начала стоит поговорить о таком правиле, как 3R, ну это английский R, то есть 3R, reduce, reuse, recycle. Это то, что мы должны делать, если мы хотим думать об экологии, о нашем будущем и о том, чтобы природе было лучше и нам было лучше в долгосрочной перспективе. То есть нам нужно reduce, это сократить потребление, reuse, использовать снова и recycle, перерабатывать. Самое неперспективное здесь это recycle, reduce, самый лучший вариант. И я сама к этому пришла, я пришла именно к подходу reduce, что касается одежды и вообще вещей для дома. Я не знаю, как вы, для меня шоппинг всегда был такой формой психотерапии. Я шла за покупками тогда, когда у меня было плохое настроение или что-то меня беспокоило. Мне казалось, что если я что-то куплю, я таким образом подниму себе настроение. И это срабатывает, не будем спорить, действительно эмоционально в момент покупки. И говорят, где-то в течение 10-15 минут, если мы говорим про одежду, нам эта покупка доставляет удовольствие, уровень эндорфинов поднимается. И нам кажется, что вот благодаря тому, что мы купили эту вещь, нам стало лучше. Но проблема та, из-за чего вы переживали или расстраивались, она ведь никуда не ушла. Вы просто купили еще одну вещь, которая зачастую является импульсивной покупкой, которая вам не нужна, не подходит и вообще не в вашем стиле. Таким образом, сейчас, когда я иду в магазин, во-первых, я просто не очень люблю шоппинг офлайн. Да и вообще, вообще шоппинг не очень люблю. То есть мне не нравится сам вот этот вот процесс хождения по магазинам, где обычно много людей, мне бывает душно, вот эта вот куча одежды, которая скомкана, и пытаешься как-то найти что-то, потом одеваешь, и это тебе не подходит. То есть я сама этот процесс не очень люблю, поэтому для меня не так сложно было отказаться. Но все-таки бывают такие моменты, когда мне надо что-то купить, или я просто захожу в магазин посмотреть, что есть, если особенно это интерьерные магазины. И вот если мне захотелось купить какую-то вещь, я спрашиваю себя три вопроса. Первый вопрос. Зачем она мне нужна? Есть ли у меня в ней необходимость? То есть если зима, допустим, мне нужна теплая шапка, я вот выбираю всю теплую шапку, мне она нужна, у меня нет другой теплой шапки. Я знаю, что она мне нравится, я буду ее использовать. Есть цели, для чего я ее покупаю. Но если я вижу что-то просто симпатичное, мне нравится, или просто чтобы было, то я не буду это покупать. Вопрос номер два. Будет ли мне приносить эта вещь радость с позитивной эмоцией в долгосрочной перспективе? Не сейчас от того, что я ее куплю, а просто. Например, я говорю о кухонном столе, мы действительно его долго выбирали, зато полгода я искала такой, который мне понравился. Потому что я всегда думала, вот пройдет два месяца, он будет продолжать меня радовать, или все, он пройдет и будет каким-то одномоментным. И третий вопрос. Как эта вещь повлияет на окружающую среду? Если мы говорим об одежде, допустим, вещи из стопроцентных тканей, стопроцентных хлопок, или стопроцентный лен, или стопроцентный шелк, они действительно подлежат переработке очень даже неплохо. Вот полиэстеры, вискозы, смеси тканей, они с ними намного сложнее. Потом, если я покупаю опять-таки одежду какую-то из масс-маркета не очень хорошего качества, это значит, скорее всего, что через пару месяцев носки она придет в негодность, потеряет свою форму, и я ее выкину, выкину я ее на свалку, и вот такой образ мыслей. При этом я не могу сказать, что я стопроцентно справилась с этой проблемой. Бывают такие моменты, когда я захожу, особенно у меня с интерьерными магазинами, или где товары для дома, для кухни, всякие штучки, мне хочется. Это просто такое желание купить кофемашину, купить тостер, вроде надо, вроде колонку музыкальную хочется. Что я в такие моменты делаю? Я никогда не импульсивно не покупаю, я всегда составляю списочек. Вот, допустим, захотелось мне что-то, я запишу это в список, потом через некоторое время, через пару месяцев я могу посмотреть в этот список, мое желание может уже уйти, или я могу захотеть что-то другое. Таким образом, я как бы даю себе время продумать эту покупку, продумать, насколько она мне нужна, и смогу ли я обойтись без нее. Потому что зачастую мы без всего этого можем прекрасно обойтись. Также давайте помнить о слове reuse, то есть использовать снова. Если вы хотите подойти к осознанным потреблению, самый лучший вариант, если мы говорим об одежде, это покупать одежду из second hand. Это просто самый лучший вариант, то есть вы ничего нового не создаете, не покупаете, не поезжаете вот эту вот огромную индустрию масс-маркета, который выпускает по 20 коллекций за год. Поэтому самый лучший вариант это second hand. В Питере есть замечательная сеть благотворительных магазинов «Спасибо». Там все чистенько, вся одежда у них постирана, все с лейблами. И плюс, ну это он благотворительный магазин, то есть мы туда сами отдаем одежду, и потом можем прийти и что-то там посмотреть, но при этом часть одежды, она у них отдается на благотворительность, на нуждающимся, на цели нуждающихся людей. У меня уже две вещи оттуда очень хорошие. Второй хороший метод это покупать у марок, которые позиционируют себя как экологичные, как думающие в окружающей среде, как этичные марки. У нас пока таких особо нет, ну по крайней мере они себя не позиционируют так. Но вот, например, я недавно себе купила сумку из эко-кожи, при производстве, в которой не пострадало ни одно животное. Девушка, ссылку на магазин этой девушки я оставлю внизу. Мне очень нравится сумка, она действительно супер такая вместительная, и плюс я таким образом поощряю, условно назовем малое предпринимательство, девушку, которая живет в нашей стране и производит что-то в нашей стране, это всегда плюс, потому что стоит помнить, если вы что-то заказываете издалека, вы таким образом оставляете экологический след, потому что этот продукт, эту вещь нужно привезти к нам на самолете, на машине, на чем угодно. Лучше все-таки покупать местное или то, что произведено рядом с нами. Также для меня лично осознанное потребление, это постараться отказаться от кожи, натуральной кожи я имею в виду. У меня до сих пор есть вещи из натуральной кожи, которые я купила какое-то время назад, естественно, я их не буду выкидывать, потому что это неосознанное потребление, но буду стараться в будущем все-таки избегать кожи из натуральной кожи, и вещей из натуральной кожи. Также вы можете обратить внимание, что вот у меня это водолазка, в которой я очень часто снимаю свои видео, она зенекло, это стопроцентная, по-моему, шерсть, уверена, но вы не представляете, я ношу эту водолазку, наверное, 85% времени, то есть в своей жизни я только ее и ношу, мне комфортно, мне нравится, черный это мой цвет, поэтому, ну и как-то вот мне не нужно теперь очень много разных вещей, я довольствуюсь теми вещами, которые у меня есть, и надеюсь как-нибудь организовать себе капсульный гардероб, но об этом надо еще подумать, и это все организовать. Ну у меня все на сегодня, я, конечно, очень поверхностно затронула эту тему, я ни в коем случае не эксперт, не знаток, но мне это очень интересно, и я стараюсь это как-то в свою жизнь перенять. Внизу в инфобаре оставлю кучу интересной информации, ссылки на статьи, ссылки на классные ролики, и чендемовские о потреблении, осознанном переработке, обо всем вот этом. Пожалуйста, задумайтесь об этом, возможно, вы что-то тоже можете сделать, сдавать одежду на переработку, или зайти один раз в секонд-хенд, ничего страшного с вами не произойдет. Если вам понравилось это видео, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх, напишите, знаете ли вы об осознанном потреблении, практикуете ли его, как вы вообще относитесь вот к этому тренду. Не забудьте подписаться, и до скорых встреч, пока!